Супружеская пара считается бесплодной, если в течение двух лет регулярной половой жизни без предохранения не наступает ожидаемая беременность. В таком случае супруги должны обследоваться. Для начала с помощью спермограммы определяют полноценность мужской спермы, количество сперматозоидов, их подвижность и особенности строения. Исследование производится на специальном аппарате. Вот пациент заранее сдаёт сперму в специальные контейнеры. Мы вносим его данные в компьютер. Всё делается автоматически. Спермограмма делается очень тщательно, с подробным описанием каждой морфологической структуры сперматозоида. Это основной и фактически единственный анализ, который позволяет оценить способность мужчины к зачатию ребёнка. Для того, чтобы результат был точным, пациенту нужно выполнить рекомендации врача. Каждому пациенту даётся вот такая памятка. Здесь написано «Отказ от приёма алкогольных напитков, медикаментов, отказ от сауны, от горячей ванны и 3-4-5 дней половое воздержание». Аппарат обрабатывает данные в течение одной минуты. Самое главное в этом деле – посмотреть скорость. Скорость движения сперматозоидов – 14 микрометров в секунду. Это очень хорошая скорость. Для оплодотворения, естественным путём, достаточно, чтобы было больше 10, вот 11, не уже 14. И вот здесь вот такая есть функциональная способность с этого количества – 477 миллионов. То есть это очень хорошая сперматозоидная, и здесь должна быть нормальная. То есть он плодовит, должны быть дети. Такое обследование медики рекомендуют всем мужчинам, которые планируют создать семью. Следует заметить, что отклонение от нормы показателя спермограммы не означает бесплодие. Отклонения могут вести лишь к снижению вероятности зачатия естественным путём. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok